Итак, приступаем к третьему завершающему вопросу нашего практического курса «Размещение видеозаписи на сайте» или «Создание видеофайла». Мы уже с вами научились записывать, делать монтаж нашего фильма, присваивать ему имя. Осталось перейти к публикации. Имеются различные варианты публикации. Например, нас будет интересовать публикация в сервисе YouTube или в сервисе Google Docs. Начнем с простейшего варианта – публикация «Файл». Выбираем меню «Видео файл», оставляем формат mp4, он воспроизводится очень легко. Не меняем размер, при необходимости это можно сделать. И нажимаем кнопочку «Сохранить видео», «Save видео». Выбираем папку и название файла, нажимаем «Save», «Сохранить». Все. Идет сохранение нашего готового видеофильма. Файл. Этот файл дальнейший можно записать на флешку, сидеть или перейти в диски, или размещать в сети, то есть использовать как обычный файл для просмотра студентами. Достаточно быстро идет сохранение файла на компьютер. В завершении сохранения мы увидим, что этот фильм можно открыть в папке, куда он записался. Вот наша папка, куда мы сохраняли. И вот наш готовый фильм. Давайте его просмотрим. Мы видим, что все, что мы делали, записывали, потом делали монтаж, все работает замечательно. Итак, задача сохранения видеозаписи в файл нами решена успешно. Закрываем окно просмотра и окно проводника и переходим к следующему варианту сохранения в сервисе YouTube. Нажимаем на ссылочку на YouTube. Можем изменить заголовок нашего фильма. Можем вставить описание. Поскольку здесь стоит красная звездочка, это поле обязательное. Потом можно всегда изменить. Можно вставить теги. Выбрать категорию образования. И вот здесь очень важно выбрать режим приватности просмотра этого видеофильма. Для многих сотрудников это является важным вопросом. Первый предлагаемый вариант сделать видео публичным. То есть может смотреть любой желающий. Второй вариант. Скорее всего он заинтересует наших коллег. Сделать видео приватным. Смотреть это видео смогут только те пользователи, у которых есть ссылка. И последний вариант сделать видео вне списка. То есть только автор может просматривать. И больше никто в мире не сможет просмотреть этот фильм. Уберем режим приватный. Мы будем его выполнять практически. Далее. Цвет боковой панели можно изменить. У меня он стоит такой. Показывать тени выпадающие. В дополнительных настройках также можем изменить показ курсора. Клик мышкой. Показывать при клике мышки радиус. Убрать звук. Убрать веб камеру. Ничего этого делать не будем. Для того, чтобы выкладывать свои фильмы в YouTube. Необходимо иметь учетную бесплатную запись в сервисе YouTube. И приступить к загрузке в YouTube. Те из вас, которые еще не имеют учетную запись в YouTube. Предлагаю это сделать самостоятельно. Если будут трудности, можете обратиться ко мне. Приступаем к размещению нашего фильма в YouTube. Пошел знакомый процесс подготовки размещения. Здесь вначале пройдет операция кодирования. После завершения ее начнется процесс размещения уже фильма. Кодирование завершено. И наконец пошла выгрузка файла в сервисе YouTube. Напоминаю, все идет через веб-интерфейс. Появилась ссылка для открытия нашего фильма в сервисе YouTube. Открываем ее. И видно, что это видео пока обрабатывается. Обратите внимание, что я использовал свою учетную запись. Именно в эту учетную запись и произошла выгрузка. Пока идет обработка, можно изменить информацию о нашем фирме. В этом поле можно изменить название, изменить описание и изменить теги. Например, метки CDO, SGU. Далее, пока идет обработка, можно изменить лицензию. Например, с указанием авторства. И тогда автоматически будет показываться информация об авторе. Если мы хотим давать ссылку нашим студентам для просмотра, выбираем настройку «Доступна тем, у кого есть ссылка». То есть доступна любому пользователю, обладающему ссылкой. Никто другой это видео не найдет. Сохраняем эти изменения. Далее, в расширенных настройках можем указать дату записи в YouTube. Можем выставить разрешение комментариев нашего фильма. Сохраняем наши изменения. Здесь, при желании, можно выставить местоположение с помощью спутника. Здесь записались географические координаты места съемки. Но, еще раз говорю, это делать не обязательно. Сохранили изменения. И пытаемся посмотреть, что у нас получилось в итоге. Собственный учебный фильм – это итоговое наше задание обучающего курса. Редактировать мой ответ. И в ответе на задание можно написать. «Наш фильм» мы сейчас скопируем. «И выделить». «И выделить». «Вставить ссылку». «Из буфера ставить адрес». «Заголовок можно не писать». «Ок». «Гиперссылка готова». Сохранить. Задание выполнено. Теперь преподаватель может просмотреть ваш результат. Результат работает. Обучаемый, как устроен обучающий курс. Структура. Все, что мы записали, теперь мы можем выкладывать в виде ссылки студентам или передавать им в виде файла на флешке. Прошу проделать практические и разместить ваши задания в учебном ресурсе «Мой собственный учебный фильм». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова